Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос у нас получается довольно простой. Как перестать лениться? Спрашивает человек. Знаете, я с своей стороны думаю, что не нужно вообще прекращать лениться. Я думаю, что лень означает то, что сейчас вас интересуют какие-то другие вещи. Совсем не те, которые вы себя как-то заставляете заниматься. И я думаю, что если возникает лень, если эта лень является, так скажем, регулярный, то, на мой взгляд, это означает именно то, что вам хочется чего-то другого. То есть лень это такой, знаете, своего рода маркер. Это своего рода маркер, который означает, что есть некое такое противоречие. Да, некое противоречие мне, что, допустим, тем, что человек делает прямо сейчас, да, интеллектуально себя как-то заставляя, вот, и тем, что ему на самом деле хочется. Естественно, лень старается избегать, потому что сталкиваться с ленью совсем, я бы сказал, непросто. Вот, по причине того, что он лень может вскрыть какие-то такие вот неприятные на самом деле. Вещи, неприятные стороны человека, но самая главная лень способна изменить представление о том, какой я. Вот, какой я. То есть вот это самая большая сложность для человека и причина, по которой люди пытаются избегать линии. Вот, надеются, ну, они надеются на то, что, если они себя заставят, вот, что-то, ну, что-то делают. То, что проблема решит, проблема решит, они, ну, они останутся такими, такими, какими они, в общем-то, себя привыкли видеть. Вот, ну, к сожалению, к сожалению, это так не работает, вот, и, к сожалению, если лень возникает, если лень возникает регулярно, регулярно, вот, то я думаю, что очевидно, что что-то вы со своей жизнью делаете не совсем правильно, не совсем хорошо для вас, я имею в виду. Вот, очевидно, очевидно, что что-то вот со своей жизнью вы делаете против своей природы, против своей природы. Вот, совершенно очевидно, совершенно очевидно, на мой взгляд, на мой взгляд, повторюсь. Вот, и, опять же, на мой взгляд, работать вам нужно именно в этом направлении, то есть смотреть, что стоит, что стоит, что стоит за ленью, вот. То есть, ну, какие чувства стоят за ленью, какие переживания стоят за ленью, да, вот, и так далее. То есть, вот этот момент, он очень, очень, как мне кажется, важен для понимания природы лень. Лень – это маркер, маркер того, чтобы у вас определенный внутренний конфликт, вот, который нужно решать. Запрещение, себе лениться, запрет лени ведет, на мой взгляд, к переносу этой самой лени вовнутрь, да, подавлению ее ведет. И последующее, значит, ну, вытеснение, вот, вытесненная лень, на мой взгляд, может привести к, ну, довольно негативным последствиям, вот, для человека. Вот, поэтому я бы, я бы не рекомендовал вам, значит, ну, вытеснять лень, не рекомендовал бы подавлять ее, не рекомендовал бы бороться с ней напротив. Я предлагаю изучить ее, вот, я предлагаю изучить лень, я предлагаю посмотреть, что пытается сказать вам ваша психика таким образом, таким образом. Вот, и постараться услышать, постараться услышать то, что она вам говорит, вот, попытаться это сделать, и я думаю, что качество жизни ваше возрастет. Вот, не нужно бояться, что начав лениться, да, вы перестанете делать все свои дела, которые, ну, делали, да, не нужно этого бояться. Потому что ваши дела, особенно, дела, ну, действительно необходимые, да, они никуда не денутся, вы по-прежнему будете так же, значит, ими заниматься. Просто вся разница будет заключаться в том, пожалуй, что вам будет проще это делать, вам будет проще заниматься своими делами, вам будет проще вкладывать, значит, усилия, ну, в это, вот, вам будет проще это все делать. И, вот, это, на мой взгляд, стоит, стоит того, чтобы, вот, поработать с ленией, да, и научиться, ну, научиться слушать ее, научиться слушать ее. Вот, хотя, конечно, ну, если вы, вот, как-то категорически настроены, если вы категорически не хотите, значит, чтобы у вас вообще присутствовал такая, ну, такой феномен, как лень, то я думаю, что как-то там тоже можно сделать, вот, только это уже, я боюсь, что уже, наверное, не к психологу, да, наверное, к коучу, то есть это уже, вот, задача для коуча больше, вот, и в таком случае вам нужен, вот, именно, именно коуч, вот, а не психолог, вот. Ну, тут, опять же, вот, вам решать, да, пожалуй, ну, моя задача была бы в том, чтобы максимально предоставить вам информацию о том, как обстоят дела, вот. Чтобы, чтобы вы уже сами принимали решение относительно своей жизни, вот, относительно того, как вы хотели бы, да, могли бы, вот, распорядиться. И своей жизнью, я имею ввиду, и своими ресурсами в том числе, тоже, вот. И, значит, ну, какое бы решение вы не приняли, вот, я думаю, что мы это решение поддержим, да, примем, вот, и поможем вам, условно говоря, его, чтобы это решение реализовать, вот, а, на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, вот. Вот, а, прислушайтесь к своей линии, постарайтесь увидеть, чего, чего в ней вам хочется, вот, и вы увидите, как, в общем-то, начнет меняться ваша жизнь. И, в целом, я бы рекомендовал, вот, если, ну, если лень беспокоит, да, вот, то пойти на психотерапию, вот. И, значит, разобраться в себе, вот, разобраться в том, что это значит, то, что у вас так. И, я думаю, что результат не замедлит, а, значит, появится, вот, результат не замедлит о себе заявить. Вот, а, буду благодарен вам за обратную связь, а, по моему ответу, что это позволит вам начать над собой работу, вот, позволит вам стимулировать, базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, но не затягивайте, вот, потому что проблема будет усугубляться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...